Всем привет сеньоры и мисс Тори! Это новый эпизод наших влогов из Кирова. Мы с Елизаветой решили заняться общественной деятельностью и немного поволонтерить. Решили мы прибраться в лесу и весь процесс от подготовки до самой уборки мы засняли и сейчас вам все это покажем. Довольно таки весело у нас получилось, так что приятного просмотра. Всем какое число? 22. Сегодня поеду на диагностику подвески в первый раз за 30 тысяч километров. Там что-то спереди стучит, сзади все идеально. Вообще там подвеска не бряк, это вот спереди и справа, но я все-таки подозреваю, что это пыльник у коробки, который мы загнули, когда меняли мотор в Испании. И все-таки я думаю, что это рулевые натяги, наконечники стучат. Как я озвучил, да, практически? Друм-друм-друм-друм-друм-друм. Че я подъехал, а куда надо, в Вилгуд вот этот? Помните этого чувака? Я был еще в первой серии путешествия в Африку. Сейчас потом надо будет пружины направлять. Проделывать или не направить? Так, ступичное под замену шатается колесо. Я их как поменял, не протягивал потом. Эксперт говорит, раскатало. Переварено, переделано, перерезано все. Да, кстати, я тоже заметил. Вот рычаги местами поменены верхние. Ага. И перевернуты. Ну я от дрифта уже далек. Это не от дрифта, это для стенса наоборот сделано. Я от стенса тем более далек. Так-то вообще весь кузов целый, вот чисто вот эти два места. Так-то сейчас все в идеале. Ну че я еще это типа делал? А, не здесь мял че-то, да. Д руки подтягивали, да. Планчик надо менять. Че, сыт что ли? Нет, он потрескал сылес. Ага. У меня, оказывается, даже стопы сзади все горят. Чудеса. Я никогда не знал об этом. Ты прокатился на истории? Да. Можешь все прокатиться, если хочешь. Спасибо вам за... Злоупотреблять зачем? Спасибо большое автосервису, Билл Гуд. Приезжайте, ремонтируйте сутки. Это его, Билл Гуд. Все продиагностировали, все посмотрели. Надо поменять маятник вот этот, который стучит. Четыре сайлентблока. С правой стороны почему-то все четыре, ну, рычага два... ну, у одного рычага, короче, два, у верхнего и у нижнего два. Желательно ступичные подшипники оба поменять, передние, сзади все нормально. Вообще, короче, сзади подвеска никак не пострадала, там еще, тем более полиуретан везде стоит. А вот спереди, спереди надо чуть-чуть подделать, ну, нормально, главное, нашли самое жесткое место, которое стучит на стиль, но по кайфу вообще. Так что, когда будет ловешка, тогда уже буду менять. Ну, что, как вам мой причесон? По-моему, я шикаря. Короче, дело было так, я хотел подстричься красиво. У меня Лиза подстригла нормально уже было все, и я бахнул случайно себе машинкой вот здесь такую залысину, и надо было выровнять просто немножко, и я психанул и бахнул себе тут залысину, и теперь я буду лысый ходить. Ну, теперь как-то так, согласен, как уголовник или 18-летний сопляк, которого забрали в армию, волосы не рука отрастут, хотя у меня и рука в детстве отросла, у меня вот так трактором отрел. Вообще, серия про то, как мы решили поприбираться, поездить по городу Кирову. Сейчас мы съездим в одно место, где мы хотим прибраться, потому что я там проезжал мимо, и там столько мусора. Просто кошмар, люди отдыхают и просто там его оставляют. Заядем обязательно по-моему машину, пофотографировать, что-нибудь поснимать, будем учиться фоткать, у нас появилась же камера. Canon 250D с пока со штатным объективом. Почему он белый? Ну, потому что белый был дешевле на 3500 рублей, чем черный. Смотрите, получилась какая у него, как будто нам собрали из того, что была черная крышка, серый объектив и белый фотоаппарат. Но я думаю, на качестве видео и фотосъемки это никак не сказывается. Как вам мои шорты? Second hand решает. Хоп. 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 У меня курточка из Second, кофта из Second, все из Second. Брючки. Брючки стоили 10 рублей. 10 рублей? Да. Не помнишь? Еще был пиджак за сотку, но мы его забыли в Турине. Плаш-плаш тоже из Second. Second делает вещи. Как вы можете увидеть, погода сегодня супер. Супер-пупер. Пара-трипер. Видите, на газу ездят не только красные Феррари, но еще Лексус и три семерочки. Выехали мы на разведку посмотреть, что тут происходит. Это просто трэш. Лес, красота, да? Природа. Просто все в мусоре. То есть один положил, как эффект разбитого стекла. Если в здании разбить в заброшенном одно окно, то потом разобьют все. Тут главное-то даже не то, чтобы собрать. Тут главное-то договориться это вывезти. Мы соберем это в пакеты и в мешки-то все. А вот тут-то ходить надо, да? С этими... С граблями с какими-то, я не знаю. Весь лес просто в пакетах. В пакетах и в мусоре. Там куча мусора гигантская. Вообще мы тут одни с тобой вообще охереем. Да, выложить в сторис сейчас и позвать кому-нибудь с нами. Мы, кстати, опять будем сотрудничать с автосалоном Гусар. У нас денег нет, чтобы покупать пакеты, ездить, тратить топливо. Мы им написали, предложили, а они откликнулись с удовольствием. Типа, давайте поддержим, завтра мы к ним поедем, заберем Гранту. Ну, Гранту это просто, чтобы нам передвигаться, не тратить хотя бы свой бенз. И заберем инвентарь. Там грабли всякие, перчатки, маски. Поедем сюда прибираться, может кого-то из подписчиков позовем. Блять, люди, вы приезжайте в лес отдыхать. Зачем надо-то, я ничего не понимаю. С собой взяли в этот багажник, положили, домой увезли. Попили пиво, все, тут все и бросили. Что, никуда поехали? Спроси-ка. Эй, чё, куда поехали? Чё, куда, эй? Сейчас надо еще пару мест посмотреть и дозваниваться до губернатора Шиховского района. Ну, он не губернатор, а глава. Глава. Ему бы самому там взять перчаточки, прибираться в эту ухо. Так, конечно, надо бы, надо его пригласить. Чё, next place. Вот смотри, кресло есть, надо сфоткаться сходить. В общем, люди решили, что это не беседка для отдыха, а мусорка просто. Не буду бомбить на людей, это, конечно, ваш выбор, если вы так же делаете. Но знайте, что ваши дети будут делать так же, их дети потом будут делать так же. И никогда ничего не изменится. Так и будем жить в грязи, в дерьме, и царь у нас год во главе. Что не может не радовать новый асфальт. Это вообще по новому асфальту катишь, душа поет. Роллинг this is the homies. Гораздо лучше, чем малысая голова. Короче, я пытаюсь найти, хочу узнать, как можно вывести мусор. Мы хотим прибраться, например, в лесополосе где-то, и хотим вывести оттуда мусор. Как мы это должны сделать, никто не знает. Типа волонтерством заняться, так сказать. И мы этим займёмся, но я пытаюсь найти, как вывести мусор. Я погуглил, что самому, вот ты с лицом, тебе нельзя взять, загрузить мусор в машину, поехать на полигон для вывоза мусора. Потому что нужна лицензия, тебя даже могут оштрафовать. В общем, нельзя туда выбрасывать мусор. Получается, то есть лучше, что он в лесу валяется. То есть людям нужно выбросить мусор свой, у тебя его много. Ты не можешь его ввести на полигон, даже ты деньги, если хочешь заплатить, ты всё равно не можешь его выбросить на полигон. Есть компании в Кирове такие, которые вывозят мусор. Я в одну дозвонился, говорю, у меня есть много мусора в лесу лежит, я его соберу, вы его увезите. А они мне говорят, что они не могут так делать. С физлицами договора не заключают. Вообще бред какой-то, я ничего не понимаю. Сказали, звоните в муниципалитет, администрацию, там не знаю, с ними договаривайтесь по поводу этого. Звоню администрацию Слободского района. Звоню администрацию Слободского района. Здравствуйте, это администрация Слободского района, да? Всё правильно? Да. Всё ладно. Никого, вообще никто трубку не берёт. Здравствуйте. А подскажите, я по такому вопросу. Главе. А, номер телефона. 8 922. Куда я не звоню, мне всё говорят, а позвоните вот туда. Ты просто хочешь помочь, типа сделать хорошее дело, прибраться. Ты просто даже не можешь вывести мусор, потом ну приберёшься ты, он там дальше будет валяться. Так у нас всё дебильно устроено. Сейчас знаю, Вячеславу Анатольевичу звонить. Интересные дела у меня. У меня это всё напоминает разговоры с циркой. Я тогда звонился. Ага, я не знаю, позвоните, пожалуйста, туда. Don't want to speak this me, как говорится. Ладно, Вячеслав Анатольевич, я встречну попозже. Мы дозвонились всё-таки до главы шиховского сельского поселения, как-то так это называется. Он сказал, что это скорее всего не его территория, а какого-то Бобинского лесничества. Угу. Что опять мимо. Ну вот он подтвердил, что это Бобинскому лесничеству принадлежит территория. Со всеми всё записываю. Всем в этом мире воздастся за их грехи. Уже следующий день я дозвонился до министерства сельского... Министерство лесного хозяйства Кировской области объяснил всю ситуацию. Сказал, что будем жаловаться, если нам никто не поможет на телевидении и в соцсетях. Они вроде такие, но мы понимаем. Будем стараться вам помочь. И должны в течение дня позвонить и сказать, ждём новостей, вам всё расскажу сейчас. По своему интересу я никогда с таким не сталкивался. Оказывается, как это сложно ещё заняться волонтёрством. Выдвигаемся в автосалон Гусар за прекрасным автомобилем Lada Grand Liftback. Изящество, роскошь и знакомые всё места. Целая фура приехала нам, машины на тест привезли. Lada Vesta GTR Этот, что приехали, трейд-ин сдают. Новую, дайте. Дайте и новую. Новую надо нам, Lada. Мы никого догнать не можем на приора. Автосалон Гусар. Видите, какой баннер в автосалоне. 50 поводов для гордости Lada. Смотри, копеечка. Прописали Владу, в официальную, которая в Тольятти. Прописали Владу. Как будто прописали кому-то. Чтобы они нам дали 100 тысяч рублей, мы прокатимся по всей России и напишем на ней 50 лет истории. Крутой крик. Нас не покормят, получается. Ну да, взял в этот раз. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Так, я думал будет лифтбэк, но у нас кросс. Универсал, в общем. Гранта Кросс. На механике. Это максималка вообще самая, да? А что у них вообще на автомате их не бывает? Кроссы бывают только на роботе. Ага. Какой-то звонил начальник сельского мини этого лесного хозяйства Кировской области. Говорит, что они все вывезут. Договорились с Купритом они. Куприт выделит газик хоть один раз, хоть в два раза. Все, увезу. Мы, говорит, сами приедем, посветимся. Куприт, говорит, посветится. Короче, все сразу, да, решили приехать посветиться. Вот так бывает. Самое главное, что здесь есть, это кондиционер. То, что нам нужно. Знайный жаркий день. Друзья, всем привет. Я там с вами поздоровался. Следующие тачки сабвуфер требуем. Так что пробки. Куда я поеду? В Одессу, наверное. В Одессу, наверное. Тепло в Одессе. Хорошо. Сейчас мы идем в Лерой Мерлин. Я правильно говорю по-французски? Лерой Мерлин. Так, измерили температуру. Так, антиперспирант. В Мерлин не пускают без масок. У нас есть маски. Мы забыли обычные, поэтому наденем сейчас фирменные. Ну что, как вам мой лук? Чисто для того, чтобы меня не узнали. Кепка и маска. Даже медийная личность. Так, что это у нас тут за дела на районе? Номер три четверки. Красная копейка. С родным салоном коричневым. Что это за чудеса? Ну, конечно, наши поярче. У нас подготовка полным ходом идет к уборке. Ездим нормально, аккуратно. Как говорят всякие блогеры, едем десять. Типа ноль убирать в конце. Конспиративно очень. Десять, да? Десять, да. Какой бред. Это чтобы сотрудники ГИБДД, когда смотрят видео, мне не понимали. Десять. А, ну десять всего. Это хорошо. Стоит, смотрите, у магазина антисептик. Типа брызнулся и пошел примерять. Золото. У вас будет уже висеть где-то, то есть там снег, не дождь, а то нет. Ничего не сперется. Сколько такая одна табличка стоит, если в дальнейшем, например, купить у вас, заказать? Рублей, не знаю, триста-четыреста может быть там в среднем. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Типа брызнулся обычным людям, которые хотят сделать что-то хорошее для города. Послушаем новый альбом Бульвара Депо. Знаете, кто такой Бульвар Депо? Очень хороший музыкант. Это как Бах, Цой. Но у них каждый в свое время делал что-то легендарное. Это же легендарно. Второй день уже катаемся на Гранте. Что можно рассказать о новой машине за 550 тысяч рублей? Вот эта комплектация стоит 550. Здесь есть естественный УР, стеклоподъемники, есть датчик дождя, датчик света, кондиционер, мультимедиа с блютусом. Подогрев сидений, передник. Ну все, что есть в современном автомобиле. Не знаю, сзади место нормально, в ногах багажник большой, если сложить, но это мы еще посмотрим позже. Я не могу хвалить, типа, ой, какой роскошный автомобиль. Но я не могу хейтить. Мне не за что хейтить. Я еду себе спокойно, комфортно. Я ничего там не трещит, не гудит, не воет. Новая машина за 550 тысяч рублей всего, за 550. У нее нет конкуренции абсолютно. За эти деньги, я думаю, ничего нового не купить. Ну, может, там китайца какого-нибудь. Еще нам Евгений, вот этот, наверное, старший, как-то он начальник отдела, директор, маркетинг отдела продаж. Не помню, у меня такая память. Он рассказал одну фигню. У Renault Nissan есть свой банк. Они предлагают какой-то кредит, типа, по остатку, что-то там такое. Я не вдавался в подробности приходить в автосалон. Может, в гусар прийти, у них есть. То есть, типа, не во всех автосалонах Лады есть такая фича. Фича, как во слово. Не во всех салонах есть такая фишка с таким кредитом. Вносишь, во-первых, 10%. То есть, на эту тачку получается 55 тысяч. Потом ты платишь 7,5 каждый месяц. 7,5, я думаю, это нормально. Если ты зарабатываешь, например, полтяшок, тебе нужна новая тачка там ездить, не знаю, работать, таксовать, да неважно для чего. Платишь 3 года по 7,5. Потом ты можешь эту машину, отдаешь им в салон, берешь себе новую и также продолжаешь платить, там, не знаю, по 7,5. То есть, берешь новую машину и ездишь дальше. Или, если ты хочешь машину эту себе оставить дальше, гонять, то тебе там оставшаяся сумма остается, по-моему, 30%. То есть, они это все уже рассчитали в салоне, что, куда, там, чего платить. Остается 30%, тебе их делят на 2 года и ты дальше платишь за эту тачку. Я аж калькулировать не буду, умножайте сами. Сходите в автосалоны, они вам там все расскажут. Это не реклама автосалона и их там, их кредитов. Мне просто самого приколола эта фигня, что это, типа, выгоднее получается, чем брать обычную тачку, ну, типа, чем брать тачку в кредит, там, бы платеж получался по 12 с чем-то на эти же 5 лет, там, по-моему, даже срок еще больше. Типа, ты можешь себе просто взять новую машину за 7 с половиной в месяц, я думаю, это нормальная цена. Чем брать, там, 200-300 тысяч в банке кредит и платить, там, не знаю сколько, 17% годовых. В общем, очень много болтовни по этому поводу, но меня приколола просто эта фигня, типа, что так можно, я не знал. Я не понял, кто так припарковался, посмотрите, тут и не машина не влазит, и ничего, а что за царские места такие, я ничего не понимаю. Меня вообще бесит, как у нас во дворе паркуются некоторые товарищи. Как будто бы ехал-ехал, просто бррррр, все, приехали. Настал день икс, и мы едем прибираться, мы хотели это делать два дня назад, но была погода плохая, сегодня солнце. У нас есть с собой мангал обязательно, решетка. Готовый для качественного отдыха. Будем собирать много мусора, и приедут люди из Министерства лесного хозяйства, сказали человек 7-10, точно они не знают пока. Это Илон Маск. Лежат звезды леденцы. Приехали на место сбора нашего мусора. Так, вот, держи. Приехало телевидение даже снимать. Телевидение это хорошо, донесут месседж наш, что не нужно мусорить. Ребята какие-то собрались еще с нами, даже дети приехали поучаствовать. Мы уже начали приборку, а Сергей пока дает интервью. Прибыли товарищи из Министерства лесного хозяйства. Уборка идет. Видите, как у нас активно все и продвигается. Уже пол кучи большой собрали. Весь мусор собрали, лесники уехали в другое место. Первый раз я занимаюсь волонтерством. Довольно таки по кайфу. Сейчас приедет компания, которая забирает мусорку, куприт и все увезет. Елизавета прокомментируйте. Что нам прокомментируем? Какого хера здесь столько мусора? Я даже не ожидал, что столько мешков получится. Много? Ну много, да. Мы тут вдвоем с тобой вообще устали бы это делать. Мне кажется, мы бы неделю собирали. Да, конечно. А так все приехали. Сколько нас было человек? Пятнадцать тут было? Ну вот свалота какая-то здесь отдохнула. У меня другого слова нет. Просто посидели, побухали, тут все и бросились. И счастливые, наверное, домой пошли. Лиз, ты что там в Канаве нашла? Я думал, ты там спать ложишься. Люди, не выбрасывайте мусор сюда. Расскажу лайфхак. Если у вас есть строительный мусор, вы едете в район, который новый строится. Например, контейнеры стоят большие для строительного мусора специально. Вот туда подъезжаете и выбрасываете, вам никто слова не скажет. Эти контейнеры специально для такого мусора стоят. Приехала серьезная организация технологий. Приехала машина во второе место. В министерство лесного хозяйства тут собрали такую кучу. Приедут все остальные и будем закидывать. Так-то быстро вообще закидали, быстро все собрали, быстро закидали. Кайф вообще, кайф. Это полная беседка была. В лесу красота стала. Полный контейнер. Сейчас мы прибабахаем таблички. Все успешно приделано. Классно стало? Без комментариев. Ну, естественно, на этом куча мусора не заканчивается. Мы прибирались вон там. И вот напротив прямо, посмотрите. Кто-то вывез сюда просто строительный свой мусор. Об этом должны заботиться наше правительство, администрация. Все тут мусоре напротив. Сейчас такое чувство, как будто бы мы просто зря прибирались, потому что... Ёпта, это просто жесть. Люди, вы чего? Это просто жесть. Просто жесть. Я не знаю, что с этим делать. Вот наших сил здесь точно не хватит просто все собрать. Конечно, можем. Приедем сюда, купим мешков еще. Поедем сюда еще убираться. Но это бесполезно, если здесь... Если это не будут здесь запрещать делать. Я просто по лесу прошлась. Вот сейчас вот тут вот и собрала. Но просто вот они валяются вот так. Мусор везде разбросан. Куча салфеток. Вы понимаете, что влажные салфетки, они это не бумажные салфетки, они не разлагаются. Но там все в салфетках в этих. А как вот людям, куда их девать? Типа подтерся и в карман ложить? Я тоже вот не понимаю вот это. С этим уже точно не побороться. Вот там вот просто... Мне кажется, если бы люди знали, что салфетки не разлагаются влажные, они бы так их не выкидывали. Мне кажется, им насрать, они же выкидывают пластик. Они же знают, что они разлагаются. Я не знаю, что надо сделать, чтобы нам прибрать в СССР. Идти и граблять 50 человек, и граблять все, прочесывать. Спасибо за комментарий. Пожалуйста. Что, у вас есть какие-то комментарии? Все очень плохо здесь было. Пожалуйста. Стало хорошо? Стало получше, да. Есть над чем поработать? Там вот на той стороне, там можно неделю работать. Кто поработал, тот будет кушать сейчас. Что мы будем? Торжественный момент. Эллада-клуб. Надо изгнать Опель. Все, катим домой. Уже следующий день. Мы вчера так устали. Мешки с мусором таскали. Сейчас мы отправляемся в автосалон. Ё-ма-фака. Это автосалон. Инструмент. Вообще, вот в этом шикарно, что здесь можно сложить все дунь. Копейку, мне бы очень не хотелось это все складывать. Грязные грабли. Все-таки копейка не для этого. Как автомобиль? Как автомобиль? Автомобиль, как автомобиль. Каждый день ездить куда-то по делам, нормальная машина. Ты похож на риэл гэнгстера. Запотевай. Как люди ездят вообще в маске в машине? Зачем? Ну еще один, когда едет человек, да? Смешно. Один в маске. Кто боится заразить сам себя. О, это что за ослепительный автомобиль? Ну что, спасибо Ладе, что предоставляет нам машины. Вообще, помогли нам инвентарем, перчатками, граблями, всем пакетами. В следующий раз еще что-нибудь возьмем. О, как без гора стало стало тяжело. Ну и на этом наши удивительные приключения заканчиваются. Но я надеюсь, не заканчиваются наши выезды на природу и приборки. Поэтому впереди еще много разных интересных серий. Мы пока будем находиться в Кирове и будем снимать нашу жизнь. Погода на улице шикарная, поэтому мы скоро отправимся в какой-нибудь трип на природу. Покажем вам интересные места нашей области. Надеюсь, мы кого-нибудь вдохновили прибраться тоже где-нибудь съездить в вашем регионе, в вашем городе. Все. Всем вам прекрасного настроения. И, наверное, пока.